Уважаемая Юлия Олеговна и Алексей Владимирович, это видео обращение я решила снять специально для того, чтобы вы услышали меня. 2 ноября я почувствовала запах в своей квартире. Мы проживаем на улице Советской на первом этаже. И 2 ноября я сделала заявку в Пиккомфорт. 4 ноября я заставила своего мужа вытащить всю мебель с комнаты и вскрыть полы. Я увидела, что стоит канализация под полом. Я позвонила в аварийную службу компании Пик, ну и подала заявку. Вечером, в часов, наверное, в 5, когда оно уже темнело, приехали ребята с компании Пиккомфорт. Приехали, увидели, поняли ситуацию. Заглянули, не залезли, открыли люк и посмотрели, что канализационный люк, который должна поступать к канализации, он просто сухой. Он не пустой, он просто сухой. И получается, что 2 стояка в нашем подъезде, вся канализация от 2 стояков собирается в моей квартире. Они уехали, сказав, что в понедельник придут сотрудники, начнется рабочий день, и что мне все сделают. Это было 4 ноября. Юлия Олеговна, они знали, они знали, что за эти 4 дня вся канализация поднимется в мою квартиру. Они знали, что эта канализация не уйдет в коллектор центральный. В эту тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, когда локдаун, и я точно так же, как и все дома, сижу с детьми, когда везде штрафы за то, что нет маски, за то, что нет QR-кодов, за то, что нарушается эпидемиологический режим, я сижу вот в этих фекалях. И эти люди, зная, что ситуация будет просто ухудшаться, и к понедельнику, к 8 ноября, неизвестно вообще, что могло бы быть, они оставили меня и уехали. Меня поддерживали все, соседи. Я потому что поднялась, попросила по минимальному сливать воду, потому что вся канализация отстаивается в моей квартире. Меня поддерживали люди из контакта, знакомые или незнакомые, потому что я выставила ролик. Я звонила из службы спасения, я звонила на горячую линию в Распотребнадзор, я звонила несколько раз в аварийку. У меня просто был нервный срыв. Я осталась с этой проблемой один на один. К большому счастью, поздно вечером ко мне обратился ВКонтакте Виктор Вячеславович. Это руководитель компании Фарвента. Он предложил мне сиюминутную помощь, предложил решить вопрос. Вы знаете, приехали два человека, и через 10 минут, через 10 минут вся фекальная масса, они просто пробили ее, залезли, мужчина залез в коллектор прям до дна, и пробили канализацию, и вся вода, через 10 минут после их приезда, вся вода, вся вот эта, знаете, фекальная жидкость, осталась только плотная субстанция, вот вся вода, она ушла вот в эту, там видно, ревизию, вот в эту ревизию, оказывается, в трубе, к сожалению, сейчас, наверное, не видно, вот так, вот, оказывается, вот в этой трубе была ревизия канализационная, ее просто сорвало, и фекальные массы не поступали, в колодец поступали, как бы вот на эту территорию. Вот, ребята, через 10, Юлия Олеговна, через 10 минут все ушло вот в эту дырку, через 10 минут, сейчас они поставили вот эту ревизию, сейчас эта вся масса подсыхает, я тут залила все хлоркой, хлоркой, вот такая ситуация. Почему, Юлия Олеговна, нужно решать земные вопросы через спутник Земли? Лишь после того, как я выставила ролик в соцсетях, меня увидели люди и предложили помощь. С времен, когда придумали водопровод, канализацию, я не знаю, какой это век, 17-й, 13-й, ничего не поменялось, ничего не поменялось, трос и человеческие руки, человеческий фактор. Столько веков прошло, все этим пользовались и у всех получалось. А вот 4 ноября у компании «Пик Комфорт» это не получилось. И они знали, Юлия Олеговна, они знали, что ситуация будет только ухудшаться к понедельнику. И они оставили меня, оставили меня с этим говном, извините за выражение. И я не знала, что делать. Извините, что я так волнуюсь, потому что для меня это был нервный срыв. Все меня поддерживали, все соседи, знакомые, незнакомые, друзья звонили. Я била во все колокола. Все поддерживали, кроме компании «Пик». Они бросили меня и уехали. Я очень прошу вас поблагодарить тех людей, которые за 10 минут решили этот вопрос. Я не знаю имена этих людей. Я так поняла, что у них был выходной, просто их вырвали от их семей, вырвали с их выходного дня и отправили ко мне помогать. Я очень прошу разобраться в этом вопросе, как в эту эпидемиологическую ситуацию в стране, когда на государственном уровне решаются и штрафуются, и наказываются люди за какие-то другие вещи, элементарные маски и так далее, QR-коды. Я нахожусь со своей семьей, с детьми, вот в этих фекалиях, один на один, и не могу ничего решить. Почему сейчас нужно решать элементарные земные вопросы через спутник Земли? Я имею в виду, что я выставила в соцсетях через интернет информацию. И через спутник Земли нужно решить этот вопрос. Всегда, во все века канализацию чистили тросом и человеческим фактором. А сейчас это нужно решать благодаря компании «Пик Комфорт» через спутник Земли. Я вас очень прошу, Юлия Андреевна, поставить этот вопрос на карандаш. Я вас очень прошу поблагодарить тех людей, которые помогли мне в этой трудной ситуации, хотя, я так понимаю, в общем-то, были и не должны этого делать. Просто из человеческих побуждений.